и дыхание моё это свет и небытье и теперь не знаю круга вертит время вертит вьюга и живые небеса будут звуки и слова и звучит мой голос робко мало знаний мало толку лунный свет излечит боль солнца свет рождает вновь не делю теперь на части дышит дышит дивной сказкой и теперь вдыхая небо со вселенной я в беседе дорогие друзья здравствуйте сегодня воскресенье очень хорошая погода даже какие-то птицы странные прилетели и заливаются за окном солнечный ясный теплый день сегодня вашему вниманию я предлагаю интереснейшую тему кармические уроки будьте непредсказуемы высшие силы кармический совет контактер вселенной ведущий я прошу кармический совет ответить на мой вопрос силы мы слушаем тебя у душа спрашивай принято открываем дело жизни задавайте вопросы ведущий 1 мне все же очень хотелось бы узнать про свое происхождение силы о дорогая этот вопрос огромен и одновременно прост он включает себя множество составляющих потому что изначально ты была единым и это и есть твое происхождение это и есть всеобщее происхождение потому что нет ничего кроме первотворящего и поэтому ты также происходишь от бога но далее ты все воплощалась множество раз в разных формах в разных созвездиях и это достаточно большой ряд воплощений с разными целями и разными миссиями но позднее твое воплощение доземного было из цивилизации альдебарам 11 уровня плотности это твое последнее материнское созвездие наиболее близкое тебе по энергиям поймите что вы все несете отпечатки звездного странника потому что множество раз перемещались созвездия к созвездию выбирая различные опыты и поэтому несете отпечатки энергетических следов этих цивилизаций и совмещаете в себе целый коктейль миров ведущий уровень развития души и задачи на текущее воплощение силы чем измерить уровень развития души какой шкалой какими единицами измерения нам всегда был непонятен этот вопрос вы хотите описать неописуемое и ввести градацию этого неописуемого если говорить о количестве воплощений то их было 3787 и мы всегда спрашиваем в этом случае это много или мало сколько нужно чтобы был высокий уровень развития души или низкий уровень развития души ведущий возможно имеется ввиду уровень развития цивилизации из которой она пришла силы ее цивилизация находится на достаточно высоком уровне плотности и соответственно ее коллективная душа частью которой она является находится на 11 уровне плотности но это означает только то, что внутри нее есть сокрытые знания 11 уровня плотности, сокрытые умения и возможности. Но в новой реальности она должна открыть это в себе, и пока она еще их не открыла, этот уровень для нее остается виртуальным, как потенциал открытия. Ведущий. Задача на текущее воплощение силы. Опять вы хотите конкретики. А задача простая. Быть. Открывать в себе божественное и открывать в себе новые качества Бога, быть его глазами, ушами, чувствами и одновременно быть с ним и быть в нем. Если подходить более утилитарно, то в это воплощение она должна привнести в новое сознание землян свои энергии своей цивилизации. То есть совместить разные виды энергии в этом воплощении. В ней намешан коктейль миров из разных цивилизаций. И сейчас к этому коктейлю подмешивается новый вкус и оттенок. И задача совместить это так, чтобы этот коктейль получился условно говоря съедобным. Имеется ввиду, чтобы она сама смогла вместить в себя этот коктейль энергии. С точки зрения человеческого воплощения нужно развязать ряд кармических узлов, которые она завязала в прошлых воплощениях, чтобы пройти земные уроки и освободиться от пуд кармы. Но самое главное, самая главная задача научиться любить. Научиться быть частью и одновременно целым, восстановить свою целостность, которая в этом уровне и в этой цивилизации условно нарушена иллюзорным отделением. То есть стать целостной. Ведущий. Если можно, то пусть подробнее пояснят, на что нужно обратить внимание в текущем воплощении. Что именно важно сейчас для меня? Чего избегать, чтобы не происходил регресс и саморазрушение? Это, наверное, и будет касаться здоровья, так как наши мысли, поступки и намерения задают вектор всему. Верно? Силы. Да. Ты права. Ваши мысли, поступки и намерения задают вектор всему. Ты сама задаешь вектор всему, кто есть в твоей жизни. И поэтому задача правильно задать этот вектор. И первое, на что следует обратить внимание, это непривязка к результатам. Потому что намечая себе единую цель, вы не замечаете все остальное. А мир есть комплекс, многомерность и не существует единого вектора. И если ты очень сильно желаешь достичь какой-то цели, то одновременно ты создаешь силы, которые будут противодействовать достижению этой цели. Второе, на что нужно обратить внимание, это на размеренность в своей жизни. Вы так упорядочили свою жизнь, что в ней не остается места восторгам, брызгам энергии. В ней не остается места творчеству. Каждый день примерно похож на другой. И эта повторяемость начинает утомлять вас. Вы становитесь предсказуемы и идете все по одному и тому же сценарию развития, отличающемуся лишь в деталях. И от этой повторяемости вы устаете. У вас пропадает желание жить и желание творить. И ваша душа начинает как бы скучать на планете. Потому что проходит один и тот же опыт ежедневно. И поэтому вас рано или поздно выводят из воплощения. Будьте непредсказуемыми. Как может быть непредсказуемым творчество художника? или композитора? Какую музыку сейчас сотворит композитор? Какую картину напишет художник? Что сотворит его воображение в сию минуту? Вы и есть такие художники, которые каждый день рисуют одну и ту же картину, отличающуюся лишь деталями. Подойдите творчески к своей жизни. Творите, ибо творчество нельзя предсказать. По вопросу здоровья можно сказать следующее. Просто находитесь в радости. Если ты теряешь радость, то твои клетки, твои органы и твои системы теряют жизненную силу. Когда ты находишься в радости, то эта сила наполняет тебя. И этим также объясняется радостное настроение полнотой силы и полнотой восприятия. А когда ты перестаешь радоваться, все органы как бы испытывают своего рода голодание, энергетическое голодание и вынуждены жить на запасах энергии, которая истощается. Открой в себе источник радости. И просто напитывайся им каждый день. И здоровье будет отменным. Ведущий, благодарю вас за помощь и за урок силы. И мы благодарим тебя за содействие. Пребывайте в свете любви создателя. Вселена. Субтитры создавал DimaTorzok